Необъятное количество людей Как хорошо, что им пока нет дела до автокефалии, временам застоя, перестройки и так далее Но вот та концепция, которая здесь была упомянута, которую строили мы с коллегами Она была перестроечная И она по многим причинам у многих вызывала раздражение и сопротивление 30 лет прошло, но я как сейчас помню Как меня за ушко да на солнышко вызвали на партсобрания, хотя я был беспартийным И стали упрекать в том, что я строю какую-то очень аполитичную концепцию Покушаясь на совершенно бесспорные истины, касающиеся содержания и формы дошкольного образования Мне вспоминается, как в другом институте Один известный босс от психологии говорил о том, что, конечно, в науке все динамично, все развивается Но есть и бесспорные истины, которые не подлежат пересмотру Это было потрясающее заявление Ну вот нечто подобное я ощущал тогда, когда нас прорабатывали По поводу нашей концепции Там было действительно все инновационное Там было другое представление о содержании образования, о форумах построения образования и так далее Даже само слово образование, оно понималось немножко иначе, чем традиционно Образование как личностное образование Личностное образование Куда входило и обучение, и воспитание, и культивирование индивидуальности ребенка Ну, обучение Понималось, как выращивание устремлений детей Познавательных, эмоциональных, волевых С зуны, конечно, зунами Конечно, зунами Но это и предпосылкой, в каком-то смысле, косвенный результат образовательного процесса А вот выращивание личности ребенка Развитие познавательных, эмоциональных, волевых устремлений Вот что составляет предмет обучения в детском саду Воспитание, приобщение к общечеловеческим ценностям Формирование отношений личности к себе, другим людям Что происходит в игре Но не только в игре И здесь важны переходы из игровых в неигровые формы активности Об этом замечательно совершенно были работы Стрелковой Людмилы Петровны Сейчас современные авторы очень активно развивают эту идею Переходы из игровых во внеигровые формы активности Культивирование личности ребенка, индивидуальности, развитие субъектности ребенка Я автор, я могу, я хочу, я достигаю именно я хочу А это уже содержание специфических разделов личностно-ориентированной дидактики И все это составляло вот эту модель личностно-ориентированного образования В противовес учебно-дисциплинарной модели Детство, говорили мы, детство, оно самоценно Это не маленькая школа Это не школа для маленьких Это сейчас, говорят, предшкольное образование Мы не говорили этих слов предшкольное Мы говорили дошкольное Понимаете, ведь что получается, да? Детство – это не подготовка к школе Детство – это детство Школа – это не подготовка к рабочим специальностям или к вузу Вуз – это не подготовка к будущей профессиональной жизни Профессиональная жизнь – не подготовка к пенсии А пенсия – не подготовка к вечной жизни на небесах Все это – особые периоды жизни человека И детство – это самоценный период жизни человека Однажды мне принесли на рецензию диссертацию Диссертация называлась, по-моему, так «Подготовка детей к шахтерским профессиям» Круто! Надо готовить к жизни Какая уж тут самоценность Разумеется, и в страшном сне Нам не могло бы присниться Что воспитатели или проверяющие инстанции Будут тестировать детей На предмет развития таких качеств, как Коммуникабельность, креативность, любознательность, инициативность, творчество Очевидно, что измерить, насколько ребенок семи лет обладает такими качествами Мог только специалист-психолог И то не каждая об этом писалась Критиками Но никто и не думал стоять с линейкой Для отчетности, для расчета показателей В научном плане, конечно, можно установить связь Между обустройством жизни в детском саду И развитием детей как личности Но это для диссертации, не для детей И это все-таки выборочные мероприятия с участием профессиональных психологов Любовь никто не может измерить Но от этого она не остается Неизмеримо прекрасна Она неизмеримо прекрасна Вот так и жизнь в детском саду Она неизмеримо прекрасна должна быть С линейкой не надо Времена, конечно, меняются Социум меняется Каждый из нас меняется Недавно был со мной такой случай Мне звонит моя родственница Она проходит аттестацию в детском саду на повышение разряда Она говорит, вы знаете, ты знаешь, мне задали принципы построения развивающей среды Вот я не знаю, я вспоминаю, да Мы с замечательными коллегами С Стрелковой, Клариной, Смывиной Мы создавали вот такое вот пространство Ну, писали об этом книжку Вот, и жили буквально этими принципами Их было семь И вот тут я с ужасом замечаю Что я не могу вспомнить Некоторых из этих принципов И что я делаю? Естественно, я обращаюсь к нашему все Я захожу в Google И я там читаю про эти семь принципов Да, дистанции, активности, комфортности Сочетание привычных неординарных моментов И так далее, и так далее И вы знаете, я ей звоню и говорю Вот, как ответить Вы знаете, чем это кончается? Она получает еще более высокий разряд Мы справились Ура! Времена меняются 30 лет назад писал Многое забыл Какие-то ценности, принципы, идеи, методики Уходят в прошлое Какие-то сохраняются Мы все собрались здесь Для того, чтобы сделать шаг вперед Каждому есть что сказать Каждый хочет узнать что-то новое Как-то я заметил Может быть, вы со мной согласитесь Что дошкольные работники Они как-то моложе своих сверстников Почему? Мы общаемся с детьми В каждом из нас живет память о детстве А тут не память Тут дети перед нами Перед нашими глазами Они пробуждают в нас Наша детская И мне хочется поздравить вас С началом этой работы На этом представительном На этом замечательном форуме И хочется сказать Будьте, конечно, взрослыми Но еще немножко детьми Открыты, как дети Непосредственны, как дети Любознательны, как дети Спонтанны, как дети Будьте немножко детьми Спасибо большое Поздравляю всех Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!